Набережную стадиона имени Ленина преображают к Новому году. Здесь приступили к заливке самого большого открытого катка на Дальнем Востоке. Его площадь около 7 тысяч квадратных метров. Уже несколько лет это излюбленное место хабаровчан на новогодних праздниках. В этом году из-за погодных условий заливать каток начали позже срока. Ноябрь выдался теплее обычного и снега было немного. Сейчас под каток подготовили площадку, его огородили техническим бортиком из снега и ведется первая заливка. В этом году было решено отказаться от подледной подсветки. Упор решили сделать на надледную иллюминацию. Ее будет больше. Каток традиционно будет работать бесплатно. Покататься на него можно прийти со своими коньками или взять их в прокат. Для всех желающих будут работать пункт проката и зона фудкорта. Стоимость проката в этом году решили не поднимать. Она составит 250 рублей. Каток будет работать с 12 до 23 часов по будням и с 12 до час ночи. В выходные и праздничные дни. 17 декабря он откроется для всех желающих. О том, что еще готовят на набережной для посетителей, обсудим с нашей гостью. В студии Дина Ирганова, исполняющая обязанности генерального директора Краевого государственного автономного учреждения, Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края. Доброе утро, Дина Владимировна. Доброе утро. Здравствуйте. Про прекрасный каток. Наконец-то его заливают. Вообще расскажите о том, как строится сам процесс, во сколько этапов, допустим, происходит заливка. Каким образом? Ну, вы верно сказали, что в этом году у нас теплый довольно-таки был ноябрь. Мы приступили поздновато к заливке катка. Да. Состоит она, заливка катка, с трех этапов. Первый – это действительно мы делаем технологический бортик из снега, поливая его водой. Затем мы делаем деревянное ограждение по периметру. Начинаем чистить и заливать основное полотно. Заливаем 15-20 сантиметров льда. Затем начинаем шлифовать горячей водой. Заливка. Технология заливки, по-моему, шлангами, да? Заливка. Начальный этап, да, действительно, шлангом. Потом ездит машина и делает вот это зеркальное полотно, на котором все любят кататься, чтобы не было трещинок. А как процесс зависит от температурных показателей? Ну, понятно, что начали позже, потому что ноябрь был теплый. А если температура, ну, слишком уж холодная, работа как ведется? Работа ведется и в слишком холодной температуре. Она ведется ежедневно. Ежедневно с утра 3-4 часа мы заливаем каток. Сначала очищается полотно, потом оно заливается, независимо от температурных условий. Поэтому наши сотрудники, большое им спасибо. Каждое утро они готовят каток для того, чтобы жители и гости города могли прийти и покататься на нем. Размер зонирования катка в этом году как-то поменяется? Размер в этом году у нас такой же, как и в прошлом году, да? Вы правильно сказали, около 7 тысяч квадратных метров. Зонирование у нас в этом году каток малышок, традиционно полюбившийся нашим малышам. И зона для любителей играть в хоккей, на котором также будут стоять ворота. Я так понимаю, что в этом году от керлинга решили отказаться? Керлинга в этом году у нас нет, потому как зима, мы на открытом воздухе, довольно-таки холодно. Зима – это должны быть активные виды спорта, чтобы не замерзнуть, да? Поэтому у нас фигурное катание, хоккей. А керлинг, он более спокойный, и пока ты осваиваешь мастер-класс, то ты немного замерзаешь. Поэтому в этом году было принято решение эту площадку не делать. А вот по остальным видам спорта есть ли возможность получить мастер-класс, может быть, инструктаж от опытных людей? Да, у нас вот 17-го числа будет открытие катка в час дня, на котором как раз-таки будут наши фигуристы, и в том числе мастер-класс по фигурному катанию. Также у нас в рождественские праздничные дни будет организован мастер-класс по хоккею и по фигурному катанию. У нас традиционно на катке-малышке происходит мастер-класс по фигурному катанию, где наших малышей, юных, учат стоять и кататься, держаться на льду. Очень часто на катках происходят разного рода столкновения, из-за того, что люди не соблюдают правила движения в потоке, да? Ну, собственно, как и можно сравнить с правилами дорожного движения. Стоит ли информировать об этом и как будут информировать? Ну, понятно, что стоит, это глупый вопрос. Как будут информировать людей, которые приходят на открытый каток, о том, что движение должно быть в потоке, может быть, какие-то еще будут правила дополнительные? Ну, действительно, бывает, ну не так часто, но бывают инциденты, когда столкнулись, либо толкнули, упали или не умеют кататься. Это имеет место быть. У нас при входе на каток есть правила поведения на катке. Также у нас в этом году будет речевое оповещение о том, как себя правильно вести на катке. К счастью, у нас не так много таких инцидентов. Жители у нас взаимо уважают друг друга, поэтому таких глобальных инцидентов у нас нет. Относятся с пониманием, где-то пошутили, поулыбались и покатились дальше. То есть помощь сторонних каких-то участников не потребуется? Как знаете, например, на аттракционах есть же люди, которые контролируют безопасность? Нет, такой нам помощи не потребуется. У нас все происходит, что называется, вживую. Народ очень адекватно относится к тому, что, допустим, малыш упал, или даже взрослый, который только встал на коньки и упал вам под ноги, и нечаянно вас задел, поэтому это нормально. Я вот почему-то сейчас представляю себе, если столкновение, то это обязательно мужчина с женщиной, которые незнакомы, познакомились, поулыбались. И нужно добавить романтики. Будут ли ледовые фигуры какие-нибудь установлены на катке? Куда бы они вдвоем потом отправились, пофотографировались? Хорошая тема, тем более с утра. Значит, у нас ледовых фигур не будет. У нас в этом году, если вы обратили внимание, когда вы гуляли по набережной, у нас появились арки. В этих арках будут стоять лавочки. Вот как раз-таки зона. Покатались, присели, отдохнули, улыбнулись, поехали дальше, ну, либо посидели с чашечкой кофе. Ну, как-то еще дополнительно декорировать каток будут? Мы, вы правильно сказали, мы убрали подлёдную подсветку, потому что лёд на улице, это не лёд внутри. Он лопается и трескается в зависимости от температурных условий. И этой подлёдной подсветки не совсем видно. И мы усиливали подсветку в виде вот этих арок, которые у нас между сценой и спорткомплексом. И в этом году дополнилась у нас зона арт-объекта. Это наша фонтанная площадь, на которой мы установили нашу ёлку 10-метровую, которая у нас стояла как раз перед сценой. Она теперь у нас переместилась на фонтанную площадь. А на фонтанной площади вернулся наш новогодний шар, потому как предновогоднее настроение это всё будет светиться и придавать такое настроение и романтик в вечернее время. Отдельно хотелось бы обсудить сохранение вот этой гладкой зеркальной поверхности, которую сейчас так тщательно создают на катке. И зачастую, придя туда под вечер, ты понимаешь, что всё-таки весь лёд изрезан, бугры, какие-то ямы, и не очень комфортно бывает кататься. Сколько раз за сезон, может быть, будет как-то обновляться покрытие? Всего того, что у нас каток открытый, у нас нет возможности, как в крытых катках, сделать голосовое сообщение, люди ушли, произошла заливка катка. Мы имеем возможность заливать её только с утра и делать дополнительную заливку, шлифовку нашего полотна. В течение дня не получается, потому что все хотят кататься. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться, что во время катка кататься на катке небезопасно. Мы также оповещаем, речевое оповещение о том, что этого делать не нужно. Но наши детки цепляются за машины, стараются прокатиться. Это весело, но это небезопасно, поэтому прошу жителей города нестись с пониманием, что в утренние часы до 11 часов идёт заливка катка. Она ежедневная, но глобально обновить не получается. Чисто технологически, чтобы на полотне никого не было. Ну да, большой поток людей. Да, это небезопасно. Подливать, как мы поняли, будут. Ежедневно. Да, ежедневно, но просьба во время заливки катка не пользоваться открытым катком. Погулять по территории, посмотреть, какие замечательные у нас все фотозоны, арт-объекты, пофотографироваться зайчиками и так далее. Тем более, что год у нас предстоящий как раз-таки зайца. Поэтому есть где погулять, пока заливается каток. Набережные, большой каток, безусловно, это такое прям реально большое место притяжения не только для хабаровчан, но и для гостей города. Знаю, что многие специально приезжают из отдалённых районов, из посёлков, чтобы покататься и зарядиться этой атмосферой. Спасибо, что рассказали подробно о том, что же нас ждёт в предновогодние и новогодние дни. В гостях была Дина Эрганова, исполняющая обязанности генерального директора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.